Девушки отдыхают 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 шить с коротким горсом, то мы можем выбрать для этого плюш. Есть еще у нас вид меха как искусственный. Он попроще и тем деткам, кто хочет начать шить свою игрушку, можно начинать с этого меха. Когда вы начали шить игрушки? Игрушки я начала шить 6 лет назад. Первая моя игрушка, это был обычный мешка из искусственного меха. Какая ваша любимая игрушка? Ну, конечно же, мишки. Мишки, они такие добрые, тискательные, няшные и очень красивые. Можно составить, нарисовать, отрисовать, составить выкройку мишки. Самая простая выкройка состоит из головы и тела. В качестве примера я вот тебе покажу. У нас есть выкройка тела и выкройка головы, задней части. И мы знаем, что мишка у нас еще имеет мордочку, поэтому мы делаем выкройку мордочки. Откуда берутся выкройки? Выкройки для своих игрушек я придумываю сама. Они берутся, ну, ниоткуда не берутся. Они просто рождаются в голове. Какого я хочу, мишку, оттуда и рождается, от этой идеи рождается выкройка. Мы эту выкройку будем переносить на ткань. На ткань мы ее переносим специальными маркерами. Берем и обводим выкройку именно той части, которая нам необходима. Таким образом мы будем обводить заднюю часть головы, мордочку, ушко и носик. Кудели вырезали. Начинается самый сложный этап. Нужно заднюю и переднюю части всех деталей сложить мехом внутрь и аккуратно прошить по краям. Если вы думаете, что это так легко, вы ошибаетесь. Хорошо, что существует монтаж. Иначе наш сюжет длился бы все утро. Нам нужно вывернуть детальки. Каким образом поворачиваем, да? Осторожней, если это большие детальки. Через дырочку, поставленную специально для выворачивания. Выворачиваем. Смотри, мордочка какая. Похож? Угу. Ничего. А что еще вы шьете, кроме мишек? Кроме мишек я шью еще зайцев, ежиков, слонов. Ну и на что фантазии у меня хватит. Я могу придумать и мумитроли, я могу придумать и бегемота, я могу даже кита сшить. Следующий этап – набивка. Для головы мишки мы выбрали древесные опилки, а для тела – синтепон. Хитрость от мастера. В лапки нужно засыпать специальные стеклянные камешки для тяжести. Набиваем, сшиваем детали. И осталось совсем чуть-чуть. Приклеиваем глазки и носик. Ровненький. Ровненький. Ну, как? Красивый. Дай. А улыбочку? Сейчас, подожди. Даете ли вы игрушкам имена? Нет, своим игрушкам сама имена я не даю, потому что обычно я их дарю друзьям, близким. Иногда они отправляются в другие города России. И я думаю, что имена должны придумать все-таки хозяин. так. Так. Какой же тебе подойдет? Петя! Все, придумала. Петя. Здравствуй, Петя. Здравствуй, звездочка. Вот так всего за пару часов у меня появился новый друг. Спасибо, Татьяне. Она, кстати, обещала нас еще и украшения научить делать. Как вы представляете себе будущее? Я думаю, везде будут роботы и мы будем летать на летающих машинах. Хотя нет. Тогда уже изобретут телепортацию. Об этом подумаю позже. А вы как думаете, что будет в будущем? Какой наша страна будет через 15 лет? Фантазировать может каждый. Но не все могут оформить свои идеи в серьезный проект. У семиклассниц 82-й школы это получилось прекрасно. Девочки вышли в финал конкурса молодежных проектов «Россия-2035». Он направлен на то, чтобы выявить талантливую молодежь, а именно в проектной деятельности. На то, как они смотрят на развитие России, на развитие своего города, вот Ульяновской области, малой родины. Екатерина и Юлия Корнинина, Виктория Есенина и Ирина Сельщева готовили свои проекты сентября. Рисовали рисунки, писали эссе. Тему они выбрали непростую. Дети выбрали ЖКХ. Я им предлагала, например, образование взять или демографию, потому что демографические проблемы. Но решили все-таки ЖКХ, потому что хочу быть архитектором. Ну, молодец, тогда ты уже работаешь на себя. В проектах девочек и решение экологических проблем, и будущее науки, и комфортные города. На современных детских площадках гуляют счастливые дети. Ученые открывают новые виды животных. Каждый заботится о природе. Технический прогресс тоже не стоит на месте. Электричка расположена на высотных рельсах. Я думаю, что это очень красиво, смотреть, особенно вечером. Ну и удобно. Тему умного и безопасного города каждая из девочек рассмотрела со своей стороны. Конечно, жюри не смогло не оценить по достоинству такого широкого подхода. И все-таки новость о победе в первом этапе конкурса стала для девочек неожиданностью. И не только для них. Как реагируют родители? Ну, для моих родителей это тоже было большой неожиданностью, что я прошла. Ну, они, конечно, были рады. А вам родители как-то помогали или помогали в создавании проекта? Мерец. Мы все сами делаем. В следующие выходные девочкам предстоит защищать свои проекты перед жюри в Москве. Мы желаем им победы. Если у вас есть свои идеи для будущего, то имейте в виду конкурс «Россия-2035» проходит каждый год. Так что не теряйте зря время. Оформляйте свои проекты уже сейчас. Не забывайте, будущее начинается сегодня. Как мы выяснили, во всем мире маме мечтают об одном и том же. А вот мы мечтаем посмотреть мир. И благодаря нашим спецкорам мы можем сделать это, не выходя из дома. Стамбул – очень старинный город. Сначала он назывался Византия, потом он стал называться Константинополь, а сейчас он называется Стамбул. Сейчас я нахожусь в дворце Столтана. Сзади меня Босфорь. в дворце Стамбул. Мы жили в самом церкви Стамбулу. И из нашего окна была вина голубая мечет. За этой мечетью, в которой находите знаете меня, находится Гранд Базар. В переводе Большой Базар. Сегодня суббота работают только в Стамбуле работают только продовольственные магазины. Все жители сидят дома и гуляют только туристы. Мы зашли до египетского базара, а поскольку сегодня суббота, он не работает. Идем по галатскому мосту. Здесь много рыбных ресторанчиков. На сегодня они закрыты. С этого моста все ловят рыбу. Вот рыбак. В Стамбуле очень много домиков для кошек. Мы пришли на берег Босфория. Парк. Этот парк называется Капыр-Капыр. Ну, что-то, как-то так. Я на берегу Босфория. Много кораблей, которые я видел из окна своего отеля. Сзади меня находится пролив Босфория, который ведет в Черное море. Слева от меня находится мраморное море. Справа от меня находится пролив Золотой Роб. Дома сейчас минус 25 градусов. А тут солнце и тепло. Ребята, здесь здорово. Я хочу сюда вернуться. На этом все. Нам пора прощаться. Хороших вам и хороших. Девчонки, еще раз 8 марта. Пока. Всем привет. Метеорологи обещали нам раннюю теплую весну, но что-то я ее не ощущаю. Я ваш инструктор по погоде, Артем. Субтитры сделал DimaTorzok